МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В минувшее воскресенье в Самаре открыли памятник Петру Алабину. На торжественной церемонии присутствовали первые лица региона. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Петр Алабин укреплял дружеские и братские связи между российским и болгарским народами. Мы никогда не забудем эти традиции, мы свято храним их и по сей день. Напомню, что скульптуру установили на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького и приурочили к 195-летию бывшего градоначальника Самары. Высота монумента достигает около трех метров. Фигуру изготовили из бронзы. Студенты самарских колледжей отправились в Казань, чтобы принять участие в международном чемпионате WorldSkills. Их конкуренты приехали со всего мира. Из Кореи, Японии, Сингапура, США, Канады, Франции, Германии, Великобритании, Китая, Марокко, Индии и Чили. В 2024 году четверть выпускников техникумов и колледжей должны будут в ходе итоговой аттестации доказать свою компетентность на практике, сдав демонстрационный экзамен по утвержденным стандартам. Соревнования на мировом чемпионате WorldSkills проводят по 56 направлениям. Конкурс продлится до 27 августа. Футболисты Крыльев-Советов потерпели очередное домашнее поражение. Подопечные Мюадрага Божевича уступили московскому «Спартаку» со счетом 1-2. В первом тайме хозяева строго играли в обороне и сумели выйти вперед. Лучший снайпер РФПЛ Александр Соболев открыл счет на 42-й минуте встречи. После перерыва гости продолжили атаковать ворота противника и добились итогового успеха. Следующий матч Крылья-Советов проведут на Самаро-арене 30 августа. Их соперником станет московская «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 21.00. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей. Смотрите программу «События» на телеканале Самаро-Гиз. Всего вам доброго. До свидания.